Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Ну что ж, на финансовых рынках, на мой взгляд, продолжает доминировать, преобладать склонность инвесторов к риску. Если, опять же, оценивать глобальное рыночное настроение, достаточно посмотреть на динамику американского рынка долга и американского фондового рынка. Десятилетки трежерис у нас остаются ниже отметки 1,6%, 1,58%. И пока мы снова не увидим возвращения на этот рынок покупателей и, соответственно, динамики по росту доходности, нам вообще не стоит переживать за будущее, медвежье, будущее американской валюты. Что касается фондового рынка, то S&P в моменте котируется на отметке 4185 пунктов. И цели, друзья, это моя цель, как бы субъективно-объективно, если опереться на точку зрения аналитиков крупных инвестбанков Bank of America, Citi, они ожидают то, что S&P в самое ближайшее время окажется выше отменки 4250 пунктов. То есть, как раз эта планка, она соотносится с историческим максимумом. Но фондовый рынок уже не раз доказывал нам, что легко может обновлять эти потолки и оказываться, соответственно, выше. Пока на рынке присутствует идея последовательного, постепенного восстановления мировой экономики, пока ключевые регионы не вернулись еще, не достигли тех значений активности производственных секторов, сфер услуг строительства, потребительских настроений, общих показателей экономического роста и ситуации на рынке труда, тех значений, которые мы видели до пандемии, друзья, отказываться от идеи сохранения бычьей динамики американского фондового рынка, ну, наверное, так же, как и общемирового, по меньшей мере неправильно. То есть, вы должны понимать, что пока центральные банки будут стремиться достичь этих основных показателей целевых по макроэкономическим индикаторам, они будут работать в рамках тех стимулирующих мер, которые уже были приняты. А стимулирующая монетарная политика – это благо для рисковых инструментов, которые растут уже второй год подряд, пользуясь как раз поддержкой вот этой мягкой экономической политики. Индекс американской валюты. Доллар 90 пунктов в моменте. Сегодня точно он будет героем дня, потому что у нас, наконец-таки, мы дождались четверг и пятница, я еще в начале недели говорил. Это как раз те самые торговые сессии, когда мы ждем основные макроэкономические отчеты. В 15.30 сегодня заказаны товары длительного пользования, годовые данные по ОВП, первичные заявки на пособия по безработице, основной индекс расходов на личное потребление. И следом, буквально, практически сразу, в 18.00 состоится еще выступление главы Министерства финансов США Джанетта Йеллен, которая, как вы знаете, является бывшей главой американского регулятора. Что здесь из этих отчетов будет иметь принципиальное значение для американской экономики? Честно сказать, не нужно выделять какой-то отдельный релиз. Я рекомендую просто сфокусироваться и сосредоточиться на тех настроениях, которые могут сложиться на рынках после выхода всех вот этих данных. Но самая интересная ситуация сейчас заключается в том, что какой бы ни вышла статистика, мы все равно останемся верны идее продажи американского доллара. Потому что, если выходят сильные данные по США, это еще один индикатор того, что американская экономика восстанавливается, растет мировая экономика в целом. И вот, пожалуйста, причина дополнительного спроса на рисковые инструменты, но не на доллар. И, разумеется, если мы будем сегодня говорить о слабых данных, точнее, увидим слабую статистику и завтра ее обсудим. Слабые данные по США – это еще одно доказательство для того, чтобы американский регулятор ни в коем случае не отказывался от стимулирующей монетарной политики. Поэтому в обоих случаях дорога у доллара только одна – развитие медвежьего тренда. И пока ФРС не даст нам сигнал того, что сложились условия, достаточные для изменения денежно-кредитной политики, я ни в коем случае не позволю себе рекомендовать вам покупать американский доллар. За последнее время, общаясь со своими коллегами, многие из которых работают в крупных банках, я помню, что еще в конце прошлого года меня настоятельно убеждали в том, что американский доллар вырастет. Однако по прошествии шести месяцев американская валюта продолжает снижаться и сейчас находится на четырехмесячных минимумах. Я вижу, как меняется их точка зрения, и я вижу, что большая часть из них, скажем, переметнулась в лагерь тех трейдеров, которые ставят на снижение американского доллара. Потому что что бы ни случилось, что бы ни произошло, ФРС убедил нас в том, что в ближайшее время его политика будет укладываться в такие же низкие процентные ставки и 120-миллиардную программу количественного смягчения, как это уже есть больше года. Вице-президент ФРС Ричарда Кларида буквально накануне сообщил о том, что прокомментировал общие показатели макроэкономические, коснулся еще последнего релиза по инфляции и дал нам понять, что, опять же, обсуждая в рамках узкого круга голосующих членов ФРС, большинство из них полагают то, что условия для изменения денежно-кредитной политики еще не появились. Теперь осталось дождаться только комментариев и пресс-конференции Паула. Это уже, друзья, через неделю. Но думаю, что его риторика будет точно такой же. И в качестве еще одного фактора, интересное наблюдение, фактора слабости доллара, это взгляд Банков Америка, которые провели исследование того, как и что происходило с американской валютой в июне последние 20 лет, друзья. Так вот, в 15 случаях, в 15 годах из 20 в июне американская валюта слабела. Я считаю, что это еще один козырь для того, чтобы объединить усилия, друзья, и навалиться на развитие нисходящей динамики по доллару. Золото 1897, хай вчерашнего дня 1912. Ждем, разумеется, золото выше отметки 1900. Интерес к золоту со стороны институционалов остается на высоких значениях. Посмотрите данные последнего отчета CFTC, комиссии по торговле товарными фьючерсами. Контракты уже общее количество в районе 200 тысяч. Это максимальное значение с февраля. И последний раз такой прирост, такого масштаба, который мы видим сейчас по длинным позициям, наблюдался в тот самый момент, когда золото обновило максимум исторически и укрепилось выше 2000 долларов за тройскую унцию. История повторяется, друзья. Давайте работать по тренду. Из-за локальными коррекциями не будем видеть риски того, что тренд разворачивается. Золото по-прежнему интересно для покупок. Так, давайте его покупать. Нефть 68,27, цель 70 остается в силе. Запасы минус 1,6 миллиона. Это позитивный фон. Также снизились и запасы бензина. Опасения по поводу роста предложения со стороны Ирана не такие уж и актуальные. Поэтому я просто жду, когда еще одна волна склонности инвесторов к риску приведет к восстановительной динамике и по рынку нефти. Достаточно, чтобы мы сделали цель в 70 долларов за баррель. Евро против доллара 1,2193. Цели прежние 1,2350. Фунт против доллара 1,4116. Тоже здесь целевой ориентир не меняется. 1,43 и выше. Доллар Канаде. Цель 1,20. Сейчас котировки 1,2120. Локальное восстановление доллара не позволило нам сразу наскоком добить цель 1,20. Но ничего, подождем. Потому что даже сегодня на азиатской сессии американская валюта уже снова снижается. И по Новой Зеландцу, друзья. В свете последнего решения Резервного банка Новой Зеландии не менять основные параметры денежно-ходительной политики. Но из-за того, что в формате сопроводительных заявлений Резервный банк Новой Зеландии анонсировал готовность повысить ставку в начале 2022 года, мы видим, как трейдеры по новой взглянули на перспективу новозеландцев. Вчерашний день это серьезный рост. Максимальный за последние несколько месяцев фактически фигуру новозеландец сделал. Сегодня рост продолжается и цель ближайшая, друзья. 0,7350-0,75. Я думаю, что на достижение этого целевого ориентира понадобится не более месяца. На этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok